В Якутске станет больше теплых остановок. Сейчас, как известно, их в столице уже 15. Как работает этот проект и чего не хватает, узнал Юрий Осипов. Якутск – один из немногих городов России, где эксплуатируются теплые остановки. Появление такого новшества уже два года защищает жителей республики от холода. Это очень хорошо, тем более для детей, для нас, наверное, в зимнее время. Очень удобно. Внутри каждая подобная остановка оснащена интерактивным интерфейсом для отслеживания автобусов. Каждый горожанин точно знает, где на данный момент находится его маршрутка. И можно, сидя в тепле, дождаться свой автобус. Но, несмотря на все очевидные преимущества, все еще есть недочеты. Нужно, конечно, маленько, чтобы были хотя бы телевизоры, и чтобы зарядка с телефоном была. Здесь нет, оказывается, неудобно из-за этого. Еще одним весомым плюсом является то, что обслуживание теплых остановок производится не за счет городского бюджета. Эта обязанность полностью лежит на предпринимателях, которым принадлежат остановки. Да, практически, если есть она, на остановки всегда захожу. Обычно они же не везде, получается. Где есть обычно, всегда захожу в зимнее время, когда холодно. И здесь дожидаюсь автобуса. В ближайшие два года на улицах Якутска планируется установка еще 20 теплых автобусных остановок. Предварительными местами установки выбраны из отдаленных остановок микрорайон Кангаласы и село Хатасы. В центре города такие остановки появятся возле спортивной школы, на площади Дружбы, площади Победы и многих других. Пока здесь все еще стоит обычная остановка. Но уже в скором времени ее заменят на теплую. Зимой людям больше не придется стоять на холоде. А летом они смогут спрятаться от солнечных лучей. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.